Всем привет, с вами Наклз. Итак, Sonic Forces. Игра, которую облюбовали все обзорщики и критики, которые только можно. И здесь я буду защищать эту игру, потому что она мне больше понравилась, чем нет. Игра оставила после себя такое... странное послевкусие. Грубо говоря, игра-то мне понравилась, но... это не то, чего я ожидал. Но обо всём по порядку. Короче, Наклз с вами и мы погнали. Всем привет, сладкие. Надеюсь, будет весело. Ух ты, ёбаный ты в рот. Игра мне больше понравилась, чем нет. Но это не то, чего я ожидал. Ну, как говорится, наши ожидания, наши проблемы. И вот о чём я. Когда я впервые увидел трейлер этой игры, когда показали и Инфинита, и Метал Соник, и Завок, и Шэдоу, Хаоса, а потом я взглянул на геймплей, я подумал, что игра будет делиться на такие зоны под управлением генералов. То есть генералами будет выступать уже Хаос, Шэдоу, Метал Соник и Завок. То есть вот предположим, зона джунглей, где идут постоянно дожди, где влажно, это как раз идеальная зона для Хаоса. Разрушенный город, это зона для Завока. Какая-нибудь мрачная обстановочка, дожди, мрачное небо. Там какой-нибудь мрачный разрушенный замок, неважно, это Шэдоу. И ДТ-Х, производством огромного количества роботов, это Метал Соник. Периодически будет появляться Инфинит, которым будем давать звезду лей, и как главный босс, это Эггман. Бля, мне было бы интересно, конечно, посмотреть на это. Но честно, мне что-то неинтересно. Ну, как получилось, в конечном итоге меня, в принципе, тоже устраивает. Единственное, о чём я задумываюсь, это о том, что проскакивала такая информация, что они делали игру всего лишь три года. И за эти три года, только один год они выделили саму разработку игры, остальные два года они прорабатывали сам движок. Hedgehog Engine 2. Ну, то есть, если это так, то я их поздравляю. За год они, в принципе, смогли сделать нормальную играбельную игру. Ну и конечный результат игры меня, в принципе, устраивает. Это, конечно, не то, чего я ожидал, но наше ожидание от нашей же проблемы. Короче, разбирать всё по полочкам я не буду, потому что... Игру вы уже, наверное, сами уже успели пройти. Да и подобных видео на ютубе и так хватает. Я вот почему-то вот уверен, что вся жопа с этой игрой связана с тем, что из трёх лет разработки они делали игру всего лишь один год. Остальные два года они разрабатывали движок Hedgehog Engine 2, в котором они запихнули всё, что было до этого в ежиной серии. Возможно, это и так. Ну, ей-богу. Если они за год успели сделать вот это, ну, это похвально. Такой хороший Ост, хорошую графику, геймплей. Ну, ладно. Вначале про сюжет. Хоть игра и вышла в 2017 году, а выпустил я видео только сейчас. Напомню, что только я решаю, что я делаю, как это делаю и когда я это делаю. Никто не вправе мне указывать, что, как и почему. Я могу хоть через пять лет сделать обзор на какой-нибудь Spider-Man WPoShadows, Freeriders и тому подобное. Только я решаю, когда я что буду делать. Я не дрочу на цифры, чтобы успеть поиграть на релизе и тому подобное. Нет, мне на это насрать. Короче, ладно, начнем с сюжета. Я не буду разбирать все по полочкам, потому что игру вы уже, наверное, и сами успели пройти. Да и подобных видео на ютубе хватает. Короче, все начинается с того, что она показывает Эгмана в своей лаборатории, где он ух, как злится, ух, как сука, Соник, а там шу. И нам показывают нового персонажа, Инфинита. Инфинит владеет фантомным рубином. Главная его способность это создавать иллюзии и тому подобное. Некоторые говорят, что Инфинит слишком могущественный и может привыкнуть любую херотень, которую только может. Только вот, насколько я понял, проходя фарсы, Инфинит, ну, не всесилен. Я надеюсь, что вы это и так понимаете. Особенно те моменты, когда нам говорили, что фантомному рубину нужна подзарядка. То есть, сам по себе он хоть и силен, то есть фантомный рубин и так далее, но без источника энергии извне он из себя ни хера не представляет. Он ограничен не только фантазией, он ограничен еще и энергией, которую дает ему Эггмен. Инфинит не может делать все, что угодно. Инфинит может либо создавать иллюзии, что достаточно слабовато, сгустки энергии, которая может пуляться, либо он может создавать виртуальную реальность, где под действием рубина иллюзий любая хрень становится частью нашей реальности и может насти тебе реальный вред. То есть, если ты обождешься огнем, например, под действием фантомного рубина виртуальной реальности, то это произойдет с тобой и в реальности. Ну, я надеюсь, вы меня поняли. Не так уж он и силён, если подумать. И он не может просто давать любую херотень, которая только может, как говорят некоторые. Вот он может отдать целую армию самих себе, уничтожить то, что угодно. Нет! Он не может этого сделать. Нет. Ему нужна подпитка энергии извне. Помимо этого, ему нужно затянуть персонажа в свою виртуальную реальность. По действиям Фантомного Рубина, который может наносить ему вред. По-другому никак. Ну и так, идём далее. Нам показывают, как Тейл сообщает Сонику, что Эггман пошёл в атаку. Соник, конечно же, успевает прибыть к моменту нападения на Тейлза. Отхерачивает его роботов. И тут нам показывают Инфинит во всей его красе. Вместе с ребятами, которым я уже говорил до этого. Это Метал Соник, Хаос, Завок и Шэдоу. Подожди. Метал Соник? А Метал Соник это чё, иллюзия? Ну да. А создать реального уже не судьба, да? Это как вместо того, чтобы пойти развлекаться с чёлкой, ты пойдёшь смотреть порнуху? Что? Это робот. Метал это робот. Вдумайтесь, Метал это робот. Ты их можешь таки хоть миллионно штамповать. Нельзя создавать иллюзию робота. Ой, бля. Зачем? Для чего? Почему? Смотря на вот это, я не понимаю. Когда вообще последний раз Метал Соник нормально появлялся в этой серии? Просто задумайтесь над этим. И вот, хочу, так сказать, приебаться к первому моменту. Где Соника типа слили за пару тычков и один удар, да? Серьёзно? Но некоторые люди ставят в пример моменты из мультсериала Соник Икс. Серьёзно? Когда я услышал это в обзоре Сумочкина, я чуть не охерел. В том же Иксе, когда Соника отмудохал гигантский робот, он едва стоял на ногах. Был покрыт ссадинами и всё такое. Да, он не сдавался, демонстрируя стойкость и силу духа. Но зритель хотя бы мог понять его состояние и уровень полученного дамага. Серьёзно приводить в пример моменты из мультсериала Соник Икс? Серьёзно? Мультсериал, в котором есть Крис, в котором был робот с огромными губами, который пытался поцеловать Соника. Ты хочешь провести параллели вот с этим вот мультсериалом? Нет, я, конечно, люблю его и всё такое. Или вам не понравилось то, что Соника вырубили за пару ударов? То я хочу вам напомнить одну игру, которая также выходила на юбилей. Соник Дженерэшнс! Где Соник, а Таймытер вырубил, блядь, с одного удара? Про это вы, господа мои хорошие, забыли или специально умолчали? Я не знаю. Сравнивать игры с мультом Соник Икс, где реально есть ёбаный Крис и ёбаный робот с губами, который ходит и целует Соника. А давайте ещё будем брать примеры из мультсериала Соник Бум, где у Эхмана есть брат с белой шевелюрой. Где Шэдоу ебанутый аморальный мудак. Где металл это пустая ебаная игрушка. А сейчас обидно было, вообще-то. Ну ладно. Ещё мне смешит, когда сравнивают в пример оценки. Оценки от Гугла. Ставим в пример ещё и в забавок Соник Анлишет. Соник Ан... да. Ставить в пример Соник Анлишет это просто... Вот... Гениально. Вот давайте мы сейчас зайдём вот на сайт Гугл и посмотрим оценки. Смотрите, вот Соник Анлишет, 96%, да? Ой, смотрите, я нажму на Соник Хирус. 96%. Соник Адвенчер, 96%. Соник Аллорс, 96%. Теперь давай поставим по приколу Соник Манию. 97%. А как так-то? Что, она лучше, чем Анлишет? А давай по приколу Соник Дженерейшнс. Тоже 97%. Вот как это так? Я вот не знаю. Людям понравилось это больше. Прикинь, чем Соник Анлишет. Ой. Давай Соник Ласт Уорлд. Ой, ну вот, ну, немного отстаёт. Ну, ну, не дотягивает. Ну, ммм. Давайте им Соник Рейсинг, Кой-94%. Ну, вот немного не дотягивает до совершенства, да? Серьёзно, блядь? Да, великолепно так проводить параллели вот с этим вот рейтингом. Великолепно. Что это за говно? Если эти идиоты реально думают, что они сказали что-то умное, сравнив это с этим, то я их хочу сильно расстроить. Нет. Да ладно. Идём дальше. Потом нам показывают диалоговое окно, типа, где Эггман захватывает, там почти весь мир и тому подобное. И вот тут у меня уже ещё одна предъявочка. Вы реально думаете, что Эггман захватил весь мир? Серьёзно? Если посмотреть на карту игры, вы реально думаете, что вот этот клочок земли это весь мир? Серьёзно? Я уверен, что это один из островов на планете Соника, но не более. Скорее всего, это ошибка перевода. Впоследствии я потом объясню, почему. Главное, не обижайтесь. Робот-поцеловашка вас поцелует. Муа! Фу, какой-то мерзкий робот. Прям как секс-игрушка. Ммм, ма-ля-ля. Напиши мне. Дальше мы видим наше дорогое сопротивление. Они до сих пор упорно продолжают сражаться с Эггманом. Что не есть хорошо, это уже хоть как-то нагнетает атмосферу. Ребята объединились в группу повстанцев, которые хоть как-то пытаются противостоять Эгману и всем его силам. И во главе которых находится Наклз. И тоже тут ещё одна претензия, почему многим не нравится, что Наклз. Вы все говно! Вы все говно! Говно должно говорить громче! Мы говно! Здесь вам не курорт, калаш мне взад. Это армия тротил мне в жопу. Армия даже из таких гомиков, как мы, делает настоящих мужчин. Разряд мне в анус. Ты меня понял? Нет, не потому что их тому любимый персонаж, а кто ещё? Ну, не Эмми, которых же 12 лет. Надеюсь, нет. Или кого? Чарми туда поставить? Вектора? Кого туда поставить? Сильвера? Подожди, чё, Сильвер? Чё, ладно, подожди. Я просто не понимаю, а кого ещё туда можно поставить? Шэдоу? То есть вам не понравилось, что Наклз разработал там план за полторы минуты, чтобы сделать быструю атаку на Эгмана? Всеми силами, что у них есть. А что им ещё остаётся? Сидеть до конца их дней, зажатыми в углу? Ну не сидеть же, как крыша! Чтобы в конечном итоге Эггман вместе с Инфинитом нашли их? И грохнули? Для кого вы хотите поставить Шэдоу? Ну, зная Шэдоу, особенно в виде его характера по последним комиксам, он даже не стал бы задумываться эти полторы минуты, он просто послал бы всех в атаку. Если сдохните, то сдохните, это не важно, это не имеет никакого значения для него. Хотя, может, я о нём просто так плохо думаю. Ну не Эмми же ставить? Ну не Вектора же? Ну не Чарми? Кого? Ну Тейлза? С Тейлзом можно провести такую параллель, как с Армином. Это персонаж из атаки Титанов. Тейлз хоть и мелкий ребёнок, но он достаточно умный и тому подобное. Он, возможно, смог бы разработать план. Но вы думаете, что сколько ему там, 12 лет, и 12-летний ребёнок стал бы брать для себя ответственность за жертвы? Не лучше ли поставить Наклза, который просто является отшельником и защитником Верховного Изумруда? Не, ну можно, конечно, поставить Тейлза. Он не стал бы на себя брать такую груз ответственности, тем более у него сейчас, типа, сложный период. И вы думаете, что он смог бы что-то сделать после того эмоционального потрясения, что Соника схватил Эггман? Реально? И кроме Наклза, ну в принципе, у меня больше... Ну, я никого просто не могу туда больше поставить. Поставь меня туда! А, бля, я же на противоположной стороне точно. А, меня-то вообще нету. Покайтесь, дети мои. Никто не стал бы на себя брать такую груз ответственности. Это Наклз, ему в принципе похуй. Ему надо спасти землю, спасти мастера Изумруд. Он готов даже пожертвовать мастер Изумрудом, только ради того, чтобы спасти своих друзей. Сколько было историй про то, что он, невзирая на свой долг, спасал мир, спасал своих друзей. Кого еще туда вот можно поставить? Ну, кого угодно, можно, конечно, сказать. Просто если вот так вот посидеть немного, я просто не вижу больше никого на этом месте. Один Наклз. Хотя, скорее всего, вы уверены, что ему просто похуй на всех. Все понятно, девочки? Весь ядерный потенциал мне куда? Вам в попу! Ты на ушко скажи, куда мне этот потенциал? В попу. Сто нарядов вне очереди. За что? Скоро вы станете бойцами Красной Армии. Она сделает мужиков даже из такого, как ты! Что вы себе позволяете? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что за нахуй? Хуй сосешь! Сэр, никак нет, сэр! Пидорас! Сэр, никак нет, сэр! Скоро, что ты из тех, кто любого по-тихому отхуярит в жопу, даже не поинтересовавшись, тем китай влекте взаимность. Я за тобой присмотрю. Ну ладно. Ну и вот, короче, наше бравое сопротивление, которое дает отпор Эггману. Среди которых есть... Сильвер! Что? Сильвер! Сильвер! Сильвер, блядь! И чисто два новых персонажа. Это Сильвер и Блейз. Ой, Метал, смотри, тебя тут опять нету. Какое досуду. Чего? Опять? Да они сейчас, сука, шутят. А кто там есть? Блейзер? Ты, твою мать, Сильвер? Так, окей, подожди минуточку, я сейчас приду. Эй, в смысле, я тебя должен ждать? Минуточку. Блядь, я тебя захуяю. Может, ты беда? Тебе что там, бзики? Ладно, что он тут делает? Откуда он, блядь, вообще взялся? То это? Он разве там не вернулся все время или типа того? Ну, я не знаю. Насколько я знаю, Сильвер это такой типа временной парадокс. То есть, как бы там Соник, Шэдоу, Наклз и Тейлза не пытались спасти мир, все равно в конечном итоге миру наступит жопа рано или поздно и рождается Сильвер. То есть они меняют настоящее, в конечном итоге меняется и будущее, в конечном итоге Сильвер все равно появляется. Хотя ходит такая теория, что Сильвер это сын Шэдоу. И пока жив Шэдоу, в конечном итоге появится и сам Сильвер. Ну, то есть он там кого-нибудь чпохан-похан и появится Сильвер. Ну, типа того. А, это все объясняет. Да, конечно. А почему тогда их вообще помнят? Я не знаю. Что вообще тут делал? Не знаю, такие вопросы, на которые я не могу найти ответы. Далее Наклз нам представляет нового персонажа. Новичка, который выжил после нападения Атаки Инфинита. Это наш кастомный персонаж. О нем чуть-чуть позднее. И вот, через какое-то время нам уже показывают. Прямо быстро, что оказывается Соник жив. Ну, а вы как думали? Они что, должны нам через пол игры только рассказать про то, что Соник жив? Эй, ау, название игры написано СОНИК. Или вы думаете, что как минимум меньше 30% игры в начале будем играть за Аватара? Нет, конечно. Нам как можно быстрее выкатить геймплей за Соника. Это же логично. И вот еще одна моя предъявочка. В основном ко всем блогерам и тем, кто... Ну, ладно. Про пытки. Нам рассказывают то, что Соника пытали все эти месяцы, но он крепится и он жив. Во-первых, с чего вы на все 100% уверены, что персонажи знают, что его пытали? Информацию дала Руш. С чего вы взяли, что она на 100% верна? У них не было точной информации. И вот еще что, ребята. Пытки есть не только физические, но и психологические. Это во-первых. А во-вторых, пытки это неправильный перевод с японского. Да. Правильный перевод это слово... Тормин. Которое переводится как мука. Мучить. Мучили. Но на английском перевели неправильно. А уже потом, впоследствии с английского на русский. Слово мучили обозначает как сильное физическое или нравственное страдание. Вот это более корректно подходит под эту ситуацию. Где Завок открывает камеру. Кстати, я не знаю, зачем он это сделал. Ну да ладно. И мы видим Соника свеженьким, как огурчик. Возможно, он испытывал эмоциональные муки. То, что Эггман спокойно захватывает мир. Уничтожает обитателей Мобиуса и тому подобное. И вам не понравилось, что Соник отшучивается. Соник это такой персонаж, знаете, он как Человек-паук. Человек-паук, он боится. Он постоянно, когда сражается, он боится. Что может кого-то задеть, что может кого-то убить, что он может сам пострадать. Шутки это его защитная реакция. И не более. То же самое и у Соника. Это его защитная реакция. Ну и заодно это его такой характер. О-на-на. Кстати, информацию вот эту вот про муки, про перевод. Я, скажем так, адаптировал с одного канала. От вот этой вот девушки. Да. Ну и короче, отправляем мы Аватара там и Хаотиксов на спасение Соника. Кое-как там спасаем Соника. Он спасается. А в конце мы вообще наблюдаем одну очень забавную вещь. Мы видим наше сопротивление вместе с кучкой Аватаров. Аватары, которые олицетворяют всех геймеров, которые играли в тот момент и прошли эту игру и помогали сопротивлению. И вот это вот реально круто. Видим, как появляется Классик. А, кстати, да, тут есть Классик. Так, видим, как Сильверм дохается с Инфинитом и проигрывает. Видим, как Соник постоянно там побеждает, шутит, проходит вперед, надирая задницу Егману. В конечном итоге мы узнаем, так или иначе, кто такой Инфинит, откуда у него эти силы, что такое Фантомный Рубин и тому подобное и так далее. Хочу подметить вот еще один такой момент. Про момент, типа, со сливом Тейлза. Ладно, не мне ли вам напоминать, что Тейлз ребенок? Он хоть и гениальный, но ребенок. А еще вам хочу напомнить, что Тейлз боится всякой неведомой херотения. Вот вам пример. Помните момент из Соник Хирус, где он испугался привидений? Помните, да? Помните тот момент из Соник Анлишет, где Тейлз испугался этих монстров Доргая? Тоже помните, да? Так вот, Тейлз хоть и умный, но тем не менее он все еще ребенок. И он боится всякой неведомой херни, которую он не может по-человечески объяснить и понять. Вы скажете, ну он не боится Эгмана, так Эгман это просто человек. Тейлз его давно знает. Тейлз знает, как поступит Эгман, как он устроит, что он будет делать и как ему противостоять. Тейлз не боится роботов. Знаете почему? Потому что это следствие работы человека, а именно рук Эгмана. Да, он злодей, да, он ученый, да, он страшен, но он человек. Почему он не боится роботов? Потому что Тейлз умный, он и сам умеет делать роботов. Роботы это последствия работы человека. Роботы это всего лишь машины, это творение Эгмана. А неведомая херня, которая появляется, он не может объяснить, он ее боится. Не, ну вы можете вспомнить, например, первый адвенчер, где Тейлз типа бьется с хаосом. Это с геймплейной точки зрения. По сюжету Тейлз дерется с хаосом не один. Рядом с ними находятся его друзья. Это Соник и это Наклз, которые как-никак придают ему уверенности. Пусть он, конечно, умный, но он все еще ребенок, который боится всяких монстров. Но не роботов и не Егмана. Поэтому он спокойно дерется с ним в своей сюжетке в финале адвенчера. Да. Поэтому я не понимаю, что вы приебались к этому моменту. Что вас так не устроило? Или то, что он не может починить Омегу? Как там тоже вроде как ошибка перевода, где там говорится то, что «Я не могу тебя пока что починить, ты можешь немного подождать» или что-то в этом духе. Ой, бля, почему... Вот об этом я, кстати, задумывался. Но более-менее сформулировала эту информацию как раз та девушка с того канала. Но почему я, блядь, должен объяснять такие банальные вещи для людей, у которых горит пукан, блядь, от этой игры? Боже. Ладно, я не вижу смысла дальше распинаться про сюжет. Он нормальный. В какой-то мере он даже хороший. Может немного нагнать такой мрачноватой атмосферы войны, там, мрачности, инфинит. У-у-у. В любом случае, это лучше, чем сюжет Sonic Last World, чем сюжет Sonic Generations, чем сюжет Sonic Colors. Как-никак, рейтинг у игры 6 плюс. Вы что там ожидали? Кровищи! Sonic 2006 вообще убили Соника. Там показали хоть каплю крови? Нет. И вам серьезно такое не нравится? Sega пытается делать хоть какие-то шаги в сторону серьезности. Потихонечку, помаленечку. Но они хотя бы пытаются. Если вас устраивает такой же сюжет, как в каком-нибудь Generations или Last World, пожалуйста, радуйтесь. Молодцы. Что там еще можно сказать? Ну, то, что там появляется классик. Ну, да. Ну, это для того, чтобы связать манию и фарсы. Что, как туда попал Фантомный Рубин и тому подобное. Ничего более. Сюжет хороший. Мне лично он понравился. Для рейтинга 6 плюс и выше, в отличие от рейтинга 3 плюс, как было у Last World, да. Или Colors'а. Или какая херня там еще была. Напомню, в сюжете присутствует хоть какая-то серьезность, в отличие от последних игр, которые выпускала Sega. Хотя бы это хоть что-то значит. И не дай бог, сейчас на юбилей Соника нам покажут игру наподобие Last World'а с таким же сюжетом. Я буду вас проклинать. Блядь. Суки. Ладно, дальше нет смысла рассказывать про сюжет игры, который вышел в 2017 году. Напомню, сейчас 2021 как бы. Не знаю, если хотите, можете зайти там на еще какие-то YouTube-видео или пройти игру. Сами это будет гораздо интересней. Можете почитать Википедию. Мне так жопа горит. Спасибо. Потому что я уверен, что вы и так уже и прочитали про эту игру и посмотрели на эту игру, и прошли эту игру, поэтому мне не имеет смысла ее пересказывать вдоль и поперек. Ну, не, ну вы поняли. Короче, ладно, на этом сюжет окончен. Ладно, переходим к геймплею. О, геймплей. Сейчас посмотрим. Так ли он плох? Начнем более-менее с новенького. Со сладенького. С аватара. Ммм, аватар. Маг четырех стихий. А, бля, не та игра. Изначально я и посчитал это, ну, такой странноватой идеей. Хотя Сегу тоже можно понять. Особенно смотря на тех людей, которые любят понасоздавать толпями своих фан-персонажей. Фу. Хотя, может, это кому-то нравится, но... Ну, ну, такое себе. Аватар мне понравился. Мне понравилось за него играть. Ну, вначале про создание персонажа. Мы выбираем пол, там, женский или мужской. Там, выбираем ему расу, там, собака, волк, кролик, медведь, кошка, птица, еж. Каждый обладает своими способностями. Типа, там, волк может притягивать к тебе предметы. Или, там, кролик, который продлевает действие неуязвимости при ударах и тому подобное и так далее. Простенько так все. Там, можно выбирать форму глаз, как бы прическу, уши, цвет. Все просто и понятно и удобно. Ну, и помимо всякого выбора расы, там, пола, цвета и тому подобного, можем также одевать нашего аватара. Дать ему всякие шапочки, там, костюмчики и еще тому подобное. Ну, многие, как я замечаю, просто по приколу надевают на него любую всякую хренатень и потом все это ржут. Ну, а что Сига еще ожидала? Ой, бляаа. Ну, зачем так делать-то? Хотя некоторые как-то насоздают сотни уродов. Фу. Ну, а что вы хотели? Сига делает это вообще в первый раз. Я не уверен, чтобы они сделали что-то, ну, невероятно крутое. Может, они как-то научатся их ошибках и в следующих играх они сделают это как-то более лучше. Я не знаю. Ну, даже так это выглядит достаточно мило. Прикольно. У аватара есть крюк-кошка, так сказать, при помощи которой он может цепляться к определенным объектам. Нажимаешь кнопку и все, он цепляется. Но в некоторых моментах это происходит автоматически. И вот это вот немного напрягает. Слишком уж упростили они это. Таким же образом он совершает и хоминг-атак. Но его хоминг-атак, ну, немного медленнее, чем хоминг-атак у того же Соника. Также он может использовать виспоны. Это оружие, работающее на энергии виспов. А, кстати, тут есть еще и виспы, да. Ну, это печально. Ну, да ладно. То есть аватар может использовать различные виспоны. Это как огненный, электрический и тому подобное. Это мне чем-то напоминает такую лайт-версию геймплея из Shadow the Hedgehog. То есть мы также можем делать хоминг-атак, также быстро перемещаться и также можем использовать и оружие. А самое смешное, что разработчики походу просекли фишку с тем, что геймплей Аватара очень похож на геймплей из Shadow the Hedgehog. И даже сделали ему соответствующий скин-шедоу. Хотя, может, они так изначально планировали, кто его знает. Ну, не знаю, но мне геймплей очень понравился. Это вот что-то новенькое, интересное, тем более в последних играх, кроме Соника, так-то мало дает кем играть. Единственное, что меня бесило за Аватара, это то, что он невысоко прыгает. Это то, что он как-то странновато прыгает. То есть, чтобы ему прыгнуть дальше, ему приходится разгоняться. Это очень сильно напоминает, как были реализованы прыжки у Омеги в Sonic 2006. Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем я. Это вот единственное, что меня в нем напрягло. Но это не точно. То есть, помимо этого, еще у Испов есть свои различные фишки. Там прямо у электрического есть Light Dash, ну и тому подобное. Это очень прикольно. Игра и так сама по себе легкая. Ну, рейтинг, в принципе, 6+. О чем уж тут говорить. Ну, вот теперь геймплей за модерн. Ну, что сказать. Обычный, стандартный бустовый геймплей. Мне он понравился. Мне понравился вообще геймплей у этой игры. То есть, он обычный, стандартный. Ничего особенного. Единственное странное то, что они вернули виспов для Соника, для того, чтобы он получал энергию для буста. Вот это вот напрягает. И еще одна такая маленькая проблемочка. Как-то Соник немного не центрируется. Вот когда ты резко делаешь вороты в сторону, влево или вправо, он как-то не центрируется по арене. И это выглядит как-то, ну, некрасиво. Мне вот это вот сбесит. В остальном геймплей такой же приятный. Классик Соник, только вот странноватый. У них же был идеальный геймплей классик Соника. Прям вот конфетка. Вот муах. А, хотите, расскажу вам еще одну приколюху. Хотите узнать, откуда появился эффект кубов инфинита? То есть везде там, в игре, на артах, везде рисуют его с такими красными кубиками. Хотите узнать, откуда они взяли этот эффект? Я не помню, говорил я сейчас ранее или нет, то, что новый движок игры, Headshot Engine 2, вобрал в себя все, что когда-то выходил в еженые серии, начиная с Соник Unleashed, заканчивая Соник Last World. И, понимаете, туда добавили вообще все, что можно. То есть, из-за того, что они и так делали игру, получается, год из трех лет. Два года, из которых они занимались чисто движком. Можно заметить, что в игре присутствуют некоторые модели или текстуры, начиная с Соник Last World. Казино Jungle есть текстура из Last World. Некоторые моменты есть из Соник Last World. Вот эти ускоряющие панели, или как они там, ну и тому подобное. Так вот, этот эффект кубов инфинита был взят вот отсюда. Да, на полном серьезе эффект кубов инфинита. Вот этот вот эффект был взят с одной сраной доп-миссии в Соник Last World. Ты чё, шутишь, что ли? Что за маха? Я не шучу. Оно так и есть. Походу, они действительно горели сроки, им надо было за год нормально сделать игру, и всё, что они успели, это сделали вот это. Вот так вот и появился эффект кубиков у инфинита. Система загружена на 100%, а хуевание превышает все границы. Ёбанно в рот, блять. И ещё вдобавок, затрону одну очень важную вещь. Цена. Да. Понимаете, несколько раз я слышал такую претензию, то что игра на консолях стоит слишком дохера, поэтому надо требовать у неё гораздо больше. То есть, заходя на сайт PlayStation 4, мы видим, что игра в фарсы стоит 2600 рублей. На Xbox, по-моему, примерно то же самое. Игра в Steam стоит 1200. По скидке я вообще её взял за 300 рублей, ещё хер знает когда. Кстати, сейчас у неё тоже скидочка. Она стоит опять же 300 рублей. Я купил игру за 300 рублей на один вечер. Много ли чего вы можете позволить ей за 300 рублей? Две шавухи? Билет в кинотеатр? Мне нечего жаловаться, я купил её за копейки. Ну, как говорится, консольчики. Сосать? Да ты чё? БЛИЕНЬ! А мне похуй я на ПК купил. Ха! Ты чё, дурак, блядь! Ой, блядь, консоли-холопщики. Ну чё, прыгали фарсы? Молодцы. Не, ну кто-то может сказать то, что игра на ПК вначале была сломана. Ой, блядь, я вас умоляю. На ПК её в конечном итоге даже взломали, и можно скачать её бесплатно. А вы сосите играйте, да-да. Молодцы. Ну вылезай, сука, я ж тебя в покое не оставлю. Гондон, я ж тебя найду, блядь. Найду, отъебу, сука, и получу с тебя ещё полупидор, блядь. Чё ты лыбишься? Ну чё ты, блядь, лыбишься? Даже не знаю, я себе писал сценарий, как я обычно пишу, и порой добавляю просто что-то от себя. Но сейчас я в основном говорю всё от себя, от своего горящего пукана, когда я слышу ебанутые комментарии людей. Возьмём, к примеру, ту же продолжительность игры. Ну, там в Sonic Force идёт где-то, например, на часа три, да? Ну, от силы. И некоторые особые инфузории сравнивают её с Sonic Unleashed. Дескать, у Unleashed продолжительность гораздо больше, да и геймплей лучше, и тому подобное. Три часа. Такая цифра такая, да она и короткая, она нахуй никому не нужна. Те, кто это говорит, у вас что, таймер в жопе, и по истечению этого времени вы больше не сможете зайти в фарсы, иначе его взорвётся срака? Что мешает обратно зайти в игру через какое-то время и поиграть на тех же самых уровнях? Пройти тех же боссов. Там заново пройти игру, выполнить доп-миссии. Вам ничего не мешает обратно зайти в игру и опять поиграть. Опять насладиться игрой. У вас нет таймера, у вас нет ограничений, вы купили игру, заходите, играйте. Она не одноразовая, как салфетка. Вы можете пользоваться ей сколько захотите, вы можете заходить и играть. Но нет, надо сравнить её с Unleashed'ом. Так вот, дорогие мои, Sonic Unleashed делится на часть модерн геймплея, бустового, то есть светлые, и ночные это верхок. И ещё часть из этого это побегушки по хабворлду, да? Так вот, после прохождения игры, хоть кто-то из вас возвращался на уровни с Верхогом, не ради собирания медалек. Честно, хоть кто-то из вас возвращался на уровни с Верхогом ради получения удовольствия, а ведь уровни с Верхогом это больше половины всей игры. Давайте я отвечу за вас. Никто! В большинстве случаев, если кто-то возвращался в Sonic Unleashed поиграть, вы возвращались играть на дневные уровни, что составляет по времени меньший процент от всей игры. Давайте, блять, не лицемерить. Sonic Forces более-менее хороший геймплей. Он нормальный. Он идеален. Он не хуёвый. Он нормальный. Туда можно вернуться практически на любой уровень, ну за исключением может только Classic Sonic, ну да ладно. Берёшь и заходишь на нормальные уровни с хорошей музыкой и графикой, и переигрываешь эти уровни. В Unleashed вы заходите только ради того, чтобы поиграть за Modern Sonic. И то это составляет меньший процент от всей игры. Это даже не занимает и половину от времени от прохождения Sonic Forces. Так что, блять, задумайтесь над этим. Никто из вас не стал бы заходить поиграть за Верхога ради получения удовольствия. Никто. Да конечно. Никто не стал бы возвращаться в этот медленный и ущербный говнокон Готовар. То, что ты пидор, ёпта. Может и пидор. Ну чё, ребятки, вы ещё тут? Потому что мой словарный понос продолжается. Обычно я просто пишу сценарий и зачитываю его, попутно добавляя что-то ещё. Ну сегодня особый случай. Я вот вроде бы сижу, написал сценарий, но чё-то я сейчас по нём не особо читаю. Более в основном от себя. Чё, думаю. Я не понимаю такой хейт в сторону этой игры. Они хотят возвращения к Sonic Lost World? Или Sonic Colors? Ой, бля. Почему я, блядь, натыкаюсь на такие долбоёбские, блядь, видео? Почему? Остановите землю, я взблюю. Ну чё, мягенько так, плавненько, наверное, хер его знает. Переходим к геймплею. Начнём с того, что все блогеры берут и показывают вот один единственный уровень, на который они показывают типа, бадники не реагируют, всё так тупо, всё херово, нахера вы, блядь, показываете тестовый тренировочный уровень? Там даже боты не двигаются, он для этого и тренировочный. Нахуя, зачем? Вам чё, заняться нечем? Да, на других они тоже не особо подвижны, но, блядь, тем не менее, показывать роботов, которые даже вообще не двигаются, которые стоят как просто игрушки, приводя в пример того, что там вообще всё дерьмо, да, вот, похлопаю, блядь. Идите нахуй. Ой, да ладно тебе что-то. Есть же такие люди, которые могут по 20, по 30 минут, а с 15 только про одну ебаную музыку в игре, зато рассказать про геймплей или про что-то ещё. Нет, нет, зачем? Я же могу просто отнести всякий ёбаный бред. Авось прокатит, заодно и длительность ролика вырастет. Ха-ха. Итак, Модерн Соник. Модерн Соник остался практически без изменений. Всё так же мы используем вездесущий всемогущий буст. Блядь, я что-то сломал. Всё так же мы используем вездесущий всемогущий буст. Блядь, да что? Проносимся по уровню, используем хоминг атак, подкаты и тому подобное. Если у него убрали эту фишку, когда он может отпрыгивать от стен, хотя, может, она у него есть, просто нет локации с этим, и занос. Хотя, занос тут и нахер не нужен, потому что есть буквально, ну, может, парочку уровней, где он был бы необходим. В остальном там просто секции, где нету ограждений, и ты можешь улететь. Блядь, отпускаете кнопку буста, блядь, когда заходите туда. И нажимаете кнопочку влево или вправо, чтобы Соника не уносила. Прикиньте? А то как наслушаешься одного пидармота, который ноет про то, что никого-то не получает заходить занос в Соник Анлишет, так он там говно. Тут его нету, и тут он не нужен. Идеальный занос был в Generations, не более. Ну, с Модерном все классно. Ну, короче, Модерн как Модерн, все классно, ничего особенного. Они не открыли Америку, сделали примерно то же самое, не улучшив, не ухудшив. Единственное, теперь есть одна такая хрень, то что Соник теперь может, ну, летать. Ну, как сказать летать? Если ты подпрыгнешь и нажмешь буст, Соник будет до этого быстро лететь очень долго, пока он не закончится. Так можно преодолевать некоторые участки карт. Забавная хрень. Хотел еще добавить несколько слов про нового персонажа, Инфинита. Есть же у нас эпизод Shadow, да? Где мы играем за Shadow. Ну, как бы... Ну, это как бы скин на Соник, и... Только со своими анимациями, звуками и тому подобным. Прикольно, кстати, DLC. Правда, всего лишь три локации, оно проходит за 15 минут, но тем не менее. Самое забавное, мы узнаем, кто такой Infinite. Infinite это шакал, которого нанял Эггман, которого отмудохал Shadow, который обиделся на него и, в принципе, на весь мир. Подчинился фантомный Рубин, надел масочку и... Ну, вы знаете, нахер я это вообще говорю. Я к тому, что мне, в принципе, этот персонаж понравился. Да. Я не говорю там про его мотивацию, обиды на шее, да и тому подобное. Нет. Мне нравится его голос. Его озвучка. Мне нравится его дизайн. Мне нравится его музыкальная тема. Мне нравится его пафос. Мне нравится его силы, а именно фантомного Рубина. Мне нравится этот персонаж. Он достаточно крут, он достаточно силен, достаточно пафосен. Такой современный, модный, молодежный, блядь, чё-чё-чё-чё-чё-чё-ка. Да, мотивации и предыстория у него, ну, такая себе. Но в остальном он мне нравится. Хотел бы ещё раз его увидеть, только чтобы его раскрыли как-то, ну, поинтереснее, поподробнее, что ли. Дальше у нас Аватар. Изначально все гадали. А кто? А что? А кто это? Что это за новый персонаж? Говорили про какого-то там кота из какой-то серии игр. Я вообще хер его знает, кто это. Я думал, что, ну, будет какой-то такой редактор уровней. Он будет достаточно простой, там. Шмотки будут на персонажа. Заготовки внешности, типа пара причесок, пара глаз. Самая минимальная озвучка или звуки, что в конечном итоге вышло. Где-то можешь создать, ну, более-менее вменяемого персонажа. Кстати, на него даже можно будет надеть скин шэдоу. Что забавно. Только он открывается как-то поебанутому. Поэтому я до сих пор не знаю, как его там использовать полноценно. Ботинки до сих пор были не открыты. Жуть. Ну и получили такую приколюху. Одевай свой персонаж как хочешь. Еще было забавно смотреть, как на ютубе люди проходят эту игру. И задают своих персонажей. И им там фан-арты рисуют. И затянула их эта тема. И это забавно. Потому что в сониковском комьюнити, ну, фанаты любят создавать своих фан-персонажей. Почему-то. Не знаю почему. Но, тем не менее, людям такое нравится. Сега не могла упустить такой шанс добавить такое. И в конечном итоге мы увидим это. И знаете, это круто. Играть за аватара очень приятно. Это такая лайт-версия Shadow the Hedgehog. Из его собственной игры. Где ты можешь так же быстро бегать. Использовать хоминг-атак. Ну, хоминг-атак используется крюком-кошкой. Использовать подкат. Вот так же отпрыгивать от стен. Правда, бусты не можем использовать. Цепляться крюком-кошкой за определенные моменты на уровнях. Да, некоторые из них сделаны на автомате. То есть, они заскриптованы. Но, тем не менее, это не отменяет всей той крутости. Да, и самая главная фишка это виспоны. Виспоны это оружие, которое работает на энергии виспов. Самое забавное, что у аватара есть такие охеренные уровни. Что лучше, чем классика или у модерна. И это удивительно. Бывало, что просто за него приятнее играть. Потому что у него есть различное разнообразие этих же виспонов. Которые обладают различными фишечками, скажем так. Вначале нам дается самый имбовый виспон. Это огнемет. При помощи которого ты можешь использовать Rocket Jump. Подбирая специальных виспов на карте. Ну, или там тоже самое. Есть электрический, лайт-дэш. Есть там еще один виспон, который позволяет тебе относительно телепортироваться. Есть куб, который позволяет тебе строить кубы вверх, как в Майнкрафте. Короче, там разные есть. Кстати, при выборе расы вам тоже даются различные прикорюхи. Это притягивание к себе различных предметов. Как у волка, по-моему. Продлевание действий каких-то бонусов и так далее. При помощи всяких этих приколюх. И приколюхов с виспонами и самих виспонов. Играть за аватара очень интересно. Да, я почему-то уверен, что Соник тем будет дальше продвигать эту тему с аватарами. Потому что в эту клаку они залезли впервые. И им придется еще много перелопатить, чтобы сделать им озвучку. Лучше оружие, лучше геймплей. Примейт, вы еще и надо сбалансировать оружие. Потому что огнемет, который дает в самом начале игры, он очень имбовый. Лучше его, по-моему, в игре просто нету. Это самая имбовая шняга, которая только есть. А в основном геймплей прекрасен. Он и делает то, что он и должен делать. Он развлекает. Это хоть что-то новое за последнее время, когда он дает поиграть хоть тем-то, кроме Соника. А то Соник, классик Соник, там. Бум Соник. Фу, Соник Бум. Ну да, если не считать только Соник Бум, где можно было еще поиграть другими. Но это вообще я даже не хочу вспоминать. И классик Соник. Да. Классик Соник похож на свою кастрированную версию самого себя из Generations. Да. Да и, грубо говоря, сюжетно-то он не особо нужен. Ну да, приходит, он спасает Тейлза. Ну, носится с ним там всю игру. Ну, ничего более. Короче, я не знаю, какой смысл о нем говорить. Ну, тот же самый. Ну, добавили ему там дропдэш. Ну, все. Ну, более-менее за него играет. Ну, честно говоря, у него какая-то странная физика. Он то не может разгоняться нормально, то не может нормально допрыгнуть. Это то же самое, вот как у Аватара. Есть такая проблема. Чтобы ему прыгнуть дальше, ему надо разгоняться. У Соника нет такой фигни. Это что-то напоминает, как прыжки за Омегу в Соник 2006. Ну, ладно, хотя бы три типа геймплея, а не хотя бы как-то приносят разнообразие. Приятнее играть. Повторяюсь, хоть кем-то, кроме Соников. Ну да, и за Shadow там дают немного побегать. Как скин. Ну, хоть что-то. И вот вылезает следующая претензия. Игра слишком легкая. Каждый бот, каждый бадник, каждая херотень... Каждая пиздятина! ...убивается с одного удара. Веспон и Аватара ваншотит всё и вся. Если бы они сделали точно так же, как было в первом Adventure, или во втором, или в Sonic Heroes. Где они были более подвижны. Ну, или хотя бы, чтобы им пришлось наносить по нескольку ударов. Ну, хотя бы за Аватара. Ну, серьёзно, там буквально челленджа очень мало. Самая сложность идёт вот под самый конец игры. А до этого всё проходится просто на одном дыхании наизиче. Короче, что бы кто ни говорил, геймплей мне лично понравился. Хоть он достаточно лёгкий, хотя, скорее всего, это сделано для новых игроков. Казуальщиков, так сказать. Но у них это как-то постепенно идёт. Начиная с Sonic Colors, у них как-то сложно всё убывает и убывает. Местами она возвращается более-менее в нормальное русло. С какими-то определёнными уровнями, скорее всего, как под конец игры. Но, да. Под стать современным геймерам, так сказать. Наверное. Ну, какие люди такие игры? А уж тем более те, кто их покупает. А давайте немного поговорим про боссов. Боссы в этой игре, ну, достаточно интересные. Ну, ладно, короче, мне они понравились. Единственное, есть некоторые моменты, где они слишком лёгкие. Это порой немного раздражает. Боссы неплохие. Лёгкие, конечно, но неплохие. Но обидно за то, что не показали босса Хаоса и босса Шэдоу. Ну, да, там классик слил Хаоса, Шэдоу слил Шэдоу. Да. Их, скорее всего, не показали по одной простой причине. Потому что уделили внимание им ещё в Sonic Generations, где был переработанный босс Хаос, таким красивым дизайном, ну и босс Шэдоу. Хотя, скорее всего, мне кажется, им было просто лень и впадлу. Обидно, конечно, да. Ещё есть одна забавная хрень, то, что... Есть босс Metal Sonic. Ну, ну, неплохой такой. И тут бам! Третий раз, когда появляется босс Infinite, он точно такой же! Отличаются только немного удары. И всё. То есть опять идёт такое же сраное повторение, как было в том же сраном Sonic Colors. Весело. Они могли сделать ему что-то другое. Ага. Особенно с осознанием того, что Metal Sonic это огромная какая-то летающая хер, пойми, блядь, что. Причём и шли иллюзия. Так и шли вдобавок Infinite спиздил это. Хотя он это и создал. Он пидор. Я-я-я-я-я не понимаю. Metal Sonic. Робот. Зачем делать его? Эллюзию. Infinite. Ты. Тупой. Беги, сука. Беги. Моя система обнаружила полнейшую хуйню. Настоящий Metal это я. А это хуйня. Босс это лёгкий. Босс это лёгкий, но зная своих некоторых знакомых, которые я давал поиграть, они даже при этом всё всё равно сливали. Ну, как говорится, дело для современных геймеров. Хотя счётчика жизни нету, как вы знаете. Поэтому рано или поздно, ну, всё равно вы одолеете их. Боссы как боссы. Ну, блять, чё с Metal'ом? Мне понравились две стадии босса Infinite'а. Мне понравился, например, босс Эггман, босс замок. Они мне, в принципе, все понравились. Но финальный босс. Это, это что-то. Во-первых, у него три стадии. Во-вторых, было забавно видеть, как некоторые блогеры или мои знакомые не могли его нормально пройти. Или проходили там минут по 15-20, когда я прохожу его минут за 5. Даже меньше, по-моему, там 4 с чем-то. Босс охеренный. Во-первых, мне нравится его дизайн. Во-вторых, то, что мы дерёмся вначале за классика, потом за Аватара, а потом уже за всех троих сразу. Первая стадия за классик Соника, когда исчезают эти кубы, а он кидается металлическими шарами. Ну да, конечно, это очень похоже на босс батл именно с Эггманом, с Эггдрагон. Но, тем не менее, всё равно выглядит очень круто. А вторая стадия, когда ты играешь за Аватара, и он начинает ломать платформы кулаками или лазером, насылая на тебя кучу своих приспешников. Бля, как это круто. А потом идёт эта крутая катсцена, когда Эггман в своём истинном творении вырывается из груди этой хрени. И мы дерёмся в этой огромной шарообразной иллюзии втроём против Эггмана. Под охеренную музыку. Бля, как же круто. Хотя, единственное, огорчает то, что дизайном он немного напоминает финального босса из Colors. Но, тем не менее, это не отменяет того, что это охеренно. Охеренный дизайн, охеренная музыка, охеренный финальный босс. Да, вот эта музыка прям подчёркивает босс батл с Эггманом. Прям круто. Музыка прям создаёт атмосферу. Да и вообще про музыку. Ну, в кои-то веки, за последние годы, они сделали её нормальной. Sonic Unleashed, по-моему, было единственный раз, когда был последний нормальный саундтрек. Sonic Colors, ну, там было пару композиций. Sonic Generations в основном состоял из ремиксов. Но тут, тут они превзошли все мои ожидания. Особенно уровни за Аватара. Там музыка играет великолепно. И не стоит забывать про музыкальную тему Инфинита. Где-то вот половину музыки из Sonic Forces я просто добавил в свой плейлист ВК. Забавно. Ну, я добавлял эту музыку ещё до того, как вышла игра, потому что, ну, выпускали саундтреки, трейлеры. Ну, я покачивал её немного в ВК себе. А как вам музыка в Sonic Forces? Напишите в комментариях. Мне лично она понравилась. Больше всего мне, наверное, понравилась музыка за от Аватара как раз. Потом идут за модерна, ну, за классика так себе, потому что они пытались подстать Сеги Мега Драйв. Сделать её в таком старом стиле со времён Сеги. У, блядь. Ну, не знаю. Ну, есть пару песенок. Ну, в остальном так себе. Но вот остальная музыка, она великолепна. А, забыл сказать. Дабл Буст. Ммм, Дабл Буст это тема. В игру добавили новую фишку Дабл Буст, где ты вместе с Соником и Аватаром используете супер максимальное ускорение, которое сносит нахер всё на своём пути. И при этом всём, там играет такая великолепная музыкальная композиция. Ммм, ну круто. Я ещё помню, как после выхода Соник Форсес, вот эту вот кнопку нажатия Дабл Буст и эту музыку, потом сколько раз форсили в интернете, на Ютубе, добавили к различным приколам. Типа, быстро нажимаешь кнопки, там какой-нибудь прикол происходит, это додерётся. Я надеюсь, вы замечали это, надеюсь, вы меня поняли. Да и я уверен, что вы это и сами где-то видели. Дабл Буст Так, и чё дальше? А далее затронем немного графику. Ну так, совсем чуть-чуть. Вы, наверное, слышали такие слова что-то в духе. Со времён Соника Unleashed графика не шагнула далеко вперёд. Мда. Нет, блядь, шагнула. То есть я не могу слышать такие слова на полном серьёзе. Это бросает просто в полнейший кринж. То есть давайте вот рассмотрим на примере вот этого вот босса. Хороший босс, да? Наверное. Если у вас фейспалм от того, что увидите в форсах квадратные деревья, то как вам вот эти роботы? Графонистые, да? Тут уже не квадратики. Тут треугольникоголовые. А как вам сама замоделенная моделька робота? Робот-рыба. Смотрите, какие текстуры. Смотрите, как она хорошо замоделена. Прям графика прям 10 из 10. Особенно эти кустики, которые рядом. Что, недостаточный аргумент, да? Вообще их можно провести ещё до хуя. У этой игры полно косяков. А как он, например, то, что объекты прогружаются, блядь, на расстоянии 10 метров? И ты порой просто, ну я не знаю, успеваешь ты их заметить, не успеваешь? Как такое себе, да? Ещё я слышал оправдание в духе, ну это же консоль Xbox 360 и PlayStation 3, они работали на пределе своих возможностей. Ой, блядь, охуенное оправдание. А что же мешало Sonic Team выпустить эту игру на компьютер? Хочу напомнить, что эта игра вышла в 2008 году. Всё верно? Верно. А теперь напомню вам, что в 2007, ещё в 2007, вышла игра под названием Crysis, PS, которая перевернула с ног на голову игровой индустрии в плане графики. И единственное, где эта игра могла нормально работать и выглядеть, это персональные компьютеры. Так вот, у меня такой вопрос. А что мешало Sonic Team выпустить эту игру на компьютерах? Прорисовка объектов была бы гораздо лучше. Графика была бы гораздо лучше. Лучше была бы чёткость изображения. И игра шла бы в 60 FPS, а не как на консолях в 30, да и дай бог в 30, потому что она там подлагивала и работала чуть ли не в 15 кадров. Что им мешало это сделать? Вы видели, как выглядит Crysis на момент 2007 года? И посмотрите, как выглядит Sonic Unleashed на момент 2008, при том, что Crysis тоже портировала на консоли. Скажите, из-за как-тайм-ивентов, то, что на клавиатуре будет неудобно играть? Да, ну неудо, неудобно. На компьютер нельзя же подрубить геймпад. Да, беда-то какая. Да и нельзя же сделать в игре отдельное отображение кнопок клавиатуры. Нельзя, и геймпад нельзя подрубить, да. Это всё оправдание. Если бы игра вышла бы на компьютере, мало того, что она бы шла лучше, так ещё бы и выглядела лучше, а консольные версии считались бы говном и по сей день. Так вот, в плане графики. Sonic Forces уже шагнул далеко в плане отражения, освещения, бликов, сглаживания. Вы видели хоть как выглядят тени Sonic Unleashed? Они выглядят там отвратительно, напомню вам. В Sonic Forces качество текстур выросло. Вместе с этим и качество теней, качество эффектов, отражения, шейдеров, сглаживания и тому подобное. Когда вы в следующий раз услышите, что Sonic Forces не шагнул вперёд, скажите ему, что он долбоёб. Надеюсь, он поймёт это. Это я уж молчу про уёбичный дизайн людей. У-у-у. Или про уродливый дизайн верхога, но это ладно. Если вы хотите, можете сами посмотреть геймплей Unleashed, сравните его с фарсами, и вы поймёте, где лучше, а где хуже. Да, в фарсах есть тоже свои проблемы. Но там, скорее всего, это связано из-за стилистики, или из-за нехватки времени. Ну, думаю, надо подвести твоё умозаключение. Ну что уж говорить, я до сих пор не понимаю, почему эту игру так не возлюбили фанаты. Да, конечно, у этой игры есть свои недостатки. А назовите мне игру, у которых их нету. У каждой есть свои проблемы. Где-то недоделано, где-то присутствуют баги. Да, и такое есть. Но! Большое такое но. Геймплейно и сюжетно, это игра на несколько голов выше любой игры про Соника, который выходил за последние лет 10. Приятный и хороший геймплей, где есть три игровых персонажа. И мы играем не только за Соника. Хорошие уровни и их дизайн. Приятная за последнее время музыка, красивая графика, без ебанутых фалообразных уровней со жрачкой, в которых хрен по миде находится. Без всей этой детсадовской херни. И в отличие от Last World, Соник не ведётся как мудак, который выёбывается на всё, что движется. То есть прощать такие игры, как Last World, можно, да? Значит. С поправкой на то, что представьте, что вы играете не в Соника, да? Так вот, что, дорогие мои, это Соник. И это всё Соник. Смиритесь. И на фоне этих игр, вам не понравились фарсы? Серьёзно? Да что с вами не так? Лишь бы что-то обосрать. Или вам больше приглянулась игра Соник Колорс, игра, которая на 50% состоит из дополнительных миссий, который самый ебанутый и тупорылый детский сюжет за последние годы. Или Соник Ласт Ворлд. Игра, которая находится хер пойми где, на какой-то сраной планете, с уровнями, состоящими из еды, где тебя атакуют фрукты и кактусы с глазами. Почему обсираете фарсы, осознавая, что есть такое дерьмо, типа Колорсов, Бума или Ласт Ворлда? Почему им это простительно, я не понимаю. Вас что, не устроила сложность, сюжет, графика или продолжительность 3 часа? Вам что, кто-то мешает вернуться после прохождения в игру? Играть в неё дальше? Играть на тех уровнях, которые вам понравились или что? А, Колорс, который на 50% состоит из доп-миссий с дерьмовым сюжетом и катсценами, и к тому же тоже проходит за 2 часа лучше, да? Или Generations, который по времени занимает 2-3 часа? Или Unleashed, в который вы будете возвращаться только за геймплеем модерна, а про всю остальную половину игры вы забудете, как про страшный сон. Да, у фарсов есть свои проблемы, но у какой игры их нету? Но Sonic Force это не мешает быть полноценной и законченной игрой, которая работает и приятно играется. И играется она получше и поинтереснее, чем все игры, которые выходили за последние лет 10. Тем более, где ты играешь в основном только за одного Соника. Ну, почти. Вы что, не замечаете, что эта игра хоть как-то пытается поднять планку качества, как геймплейно, так и сюжетно? Sega пытается сделать хоть что-то хорошее, что-то более взрослое, без дебильного юмора, типа трусов в салате и тому подобное. Она первая за последнее время, что хоть как-то пытается поднять франшизу с колен. Хотя бы пытается! Они сделали новый движок, поменяли немного геймплей, добавили новые механики, дабл буст и тому подобное. Но вы вместо того, чтобы хоть как-то поддержать Sega, просто топите ее. Я не заставляю вас любить эту игру, нет. Я не говорю, что она идеальная или хорошая, ни в коем случае. Она просто нормальная. А не то, какое вы выставляете. У нее есть свои минусы. Но также у нее есть и свои плюсы. Она не идеальна. Но не такое говно, каким вы его называете. И у меня к вам один мааааленький вопросик. Вам не понравилась эта игра? Вы не хотите такое поддерживать? Я вас поздравляю, в таком случае ожидайте возвращения в Sonic Generations, Colors и Last World. Ну да, я думаю, на этом можно и заканчивать. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. А если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А мы увидимся в новых роликах. До встречи. Да ладно тебе. Свиску им поставить, что ли? Боже, мама, роди меня обратно. Заткнись. Да мне насрать. Поцелуй мой блестящий зад. Иди нахер. Я сейчас возьму наждачку. Эй, я же пошутил. А кто я? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok